Каждый человек перед вакцинацией проходит этап предварительного осмотра. Показатели в норме, значит, можно отправлять пациента на прививку. В Брестской городской поликлинике номер 3 людей, желающих получить свою дозу иммунитета, немало. Прививаются и молодые, и пожилые. Прививаться, потому что, чтобы не заболеть, у меня, я в зоне риска, мне 64 года, и поэтому, и со мной живет старенькая мама, и поэтому зачем? Надо прививаться. Это святое дело. Сейчас у людей есть возможность выбрать, какой вакциной привиться – российского или китайского производства. Каким будет ваше решение – дело ваше. А вот процесс иммунизации в любом случае останется неизменным. Он проходит в два этапа. Сначала вакцинируют первым компонентом, после истечения трех недель вторым. Дмитрий Дорошенко пришел как раз за получением второго компонента. Но это вполне объяснимая реакция. Организм борется с вирусом. Через 2-3 недели у человека появляются антитела, которые станут отличной защитой от ковида. Мои знакомые, многие в России, и здесь переболели болезнью, в том числе люди, которые имеют медицинское образование и занимают медицинские должности, и порекомендовали мне не избегать этой прививки, а привиться и жить дальше спокойно. Прививка избавит вас от многих страхов, но соблюдать меры профилактики все равно нужно и до, и после нее. Второй этап иммунизации проводится через 3 недели. В это время пациенту важно сократить социальную свою активность, продолжать сохранять меры профилактики острых респираторных заболеваний, так как первая прививка не дает полной защиты от коронавирусной инфекции. Иммунитет в стойке будет вырабатываться через 3 недели после второй прививки. Как сообщают эксперты из всех вариантов борьбы с вирусом, самым эффективным является вакцинация, а именно создание коллективного иммунитета. Только в этом случае станет возможно взять вирус под контроль.